здравствуйте всем привет всем ребята сегодня 2019 год 7 декабря 9 часов 30 минут 30 минут 10 без трясти минут 10 21 час 30 минут и сегодня мы будем праздновать 100 тысяч подписчиков на youtube ура 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 конечно 100 тысяч набралось не сегодня но ради никиты ради мити митя из красноярска приехал никита гривен кузьма приехал прилетел на самолете прилетел из питера ради такого события узнал орусел 200 тысяч и я уже на самолет а подожди когда у меня 100 тысяч было я тебе сказал что у меня 100 тысяч а этот месяц прошел месяц а месяц самолет летел долго долго летели вот ну все нормально главное долетели митя митя вообще балде кстати митя божественный футблогер красноярска ребятки красноярска нашей сибирской балдежной по нашей балдежной сибири божественный балдежный человек никита гридин кузьма великолепный безупречный руслан вот я хочу вот мы бате подарили сегодня конечную саблю потому что в предыдущий раз это сабли к сожалению канала в небытие вот и сейчас я хочу чтобы батя вот вы открыли разлили нам по стопочке я тос хочу сказать я вот гость сегодня у вас хочу первый то сказать тебе я еще вот сперва ты то скажешь я потом обязательно хочу сказать тос через 100 тысяч подписчиков я хочу я ее теперь не разобью я не надо бить я хочу главное можно вы мне обещали сохранить ее сохраню и она будет у меня храниться я хочу чтобы мы наверное знаешь что я хочу сказать не честно чтобы мы стопочку пил 0 и не только за 100 тысяч подписчиков а еще за прекрасных людей за прекрасных людей да это за антихайп да за антихайп обязательная мы поднимем все с дубам все поднимем за антихайп за виктор sd за виктора гейвикс мана за булкера дефреда за федю за фалин мси за хан за мою настоящего лидера за славу кпсс и мы поднимем этот бокал вот она она чудесная сабля чудесно балдежная сабля прекрасно по одной стопочке вот потому что автору за дикой ну не по одной наверно 2 за вас и за антихайп сегодня я я всегда говорю я был и если буду за антихайп потому что когда антихайп поверили в меня когда много было хейтеров когда я снимал на улице многие просто просто ну просто плохие комментарии писали материли и тут витёк виктор sd виктор гейвикс ман написал песню и это мне дало старание оказывается есть такие люди которые уважают и оказывается понимает что это очень тяжелое дело потому что это тоже снимать видео а у нас прямо настоящий такой застолье да сейчас антихайп это величайшее искусство величайшие певцы конечно вот мы блогер мы снимаем видео но он делает искусство он дарит счастье и радость людям когда выступает антихайп на сцене нет вообще вот я глубоко уважаю славу я глубоко уважаю и букер д фреда вот я тебе так скажу хорошие друзья вот мы часто видимся мы часто но каждый раз когда мы с фиде видимся мы прекрасно проводим время с виктором sd то есть я с ним не был знаком но нас объединила с ним вот любовь к твоему творчеству мы с ним часто списываемся вот именно про тебя с фаленом им все это единственное с кем я не знакомый вот из-за тебя надо с ним познакомиться надо надо с вами ваня хорошая слава но вот со славы сложно всегда складывалась да вот как-то не получалось у нас еще отношения там поговорить и прочее но впереди столько там лет да еще впереди конечно огромного спасибо батя специально до 100000 подписчиков я открыл эту бутылку и мы выпьем армянский коньяк балдежный коньяк 40 градусов для бати это не предел батей 90 выпит но сорок тоже хорошо ну что тост я скажу или давайте вы должны да в общем я хочу сказать тост исключительно стоя я смотрю руслана уже несколько лет я начинал его смотреть когда у руслана было вас это надо именно стоя потому что уважение это когда у него было 100 просмотров когда у него было там даже не за 70 просмотров мы с юликом сидели смотрели и я юлику только сказал этот парень будет взрывать youtube этот парень будут его все смотреть и вот спустя много лет миллионы в тик токе миллионы в инстаграме впереди еще множество свершений у тебя прекрасный батя прекрасная матья у тебя прекрасный друг митя у тебя много друзей в общем руслан я тебе желаю больше свершений желаю больше подписчиков больше просмотров и чтобы ты всегда оставался балдежным и никогда не перестал балдеть вот такой тост я сегодня сказал со всеми чокнулись ох и теперь я кстати давно не пил вообще я тоже теперь по шашлычку это самое лучшее празднование за всю историю всех празднований помнишь когда мусаня сидел когда да саня праздновали более ну это празднование мне кажется даже сейчас на вот который мы сейчас делаем это круче да да слушай а когда саша то выйдет вообще феврале феврале этого года до пишут многие его дела скидывать то что феврале выходит а я подсчитывал что в апреле потому что ему дали твои 8 и он сел 3 августа я думал почитал что в апреле многие говорят не не в апреле феврале конечно жду а пишешь ты ему как-то или а туда как бы тоже тяжело дописаться вот в абакане там вот квартал молодежный квартал молодежного в абакане как придет так это скажу что никита приезжал покажу это видео привет передавай обязательно но чтоб сами и не делал так больше на главное да чтобы он это вот а он глянет что ты сейчас ему переда пару слов я не обязательно видео пару слов саша в общем я надеюсь что как только ты выйдешь из мест не столь отдаленных ты все-таки вот с русланом вместе будете балдеть на видео и закон российской федерации больше не нарушать чтобы не попадать в подобный просаг верно верно особенно это не его жизнь не в свои сани полез не туда ошибся это же вторая в принципе ходка первое то он штаны и макрошки украл что украл штаны и макрошки ну еще и плитку вытащили ну там ему год давали а короче в чем дело они получается в квартире то ли что когда никого не было туда раз а там штаны теплые такие тепленькие макароны получается большой пакет масла подсолнечного там там коляска детская была и там получается плита была вытаска 21 это все это сани уже ты молодец все с удачи тебе раз сейчас что а грустном да вот у нас события то сегодня как мы веселые а это отличное событие это сани рассказывал на стримах вы еще в то время когда события у нас радостная русская не радостно все да те надо руслан вот вообще дом новый купить обязательно чтобы вот все было балдежно накопить вот правильно говорю батя чуть-чуть не поражает у него всегда эта мечта вот правильно и надо и надо ставить перед собой руслан вот самые понимаешь сложные цели потому что даже вот пока ты будешь выполнять самые сложные цели ты многого достигнешь если будешь маленькие цели ставить то далеко не уйдешь надо большую цель ставить вот чтобы батя уже там вот 60 лет почти человеку и чтобы бате комфортно было мать и комфортно было невесту надо найти обязательно руслан нужно 2020 год все кассинг невест окончательно найти себе абаканскую принцессу ну черногорск абакан я имею ввиду что где-то тут рядом анти абаканскую принцессу и вести в черногорск украсть ему постоянно мне вот это пишут что бакя 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 там маркиз маркиз шашлык украсть хотел как мы сегодня с митей помчали за шашлыком а там на цены то что кстати вот найти порции штук 4 можно там целых я-то думал мы с тобой прям чокнемся давай чокнемся шашлычку ну давай чокнемся покушай на шашлык точнее не с нас шашлыка который готовили отсутка моя такая это кстати мариновал митя мелких хорошо меня рассказывал как мариновал на самый простой маринад лук на терке мясо режем соль перчик черный перчик лавровый лист и лук на терке тертый засыпаем все это перемешиваем и буквально полчаса и шашлык получается нежнейший и вот так вот вечер не надо ни мангал ничего это придумал руслан такой вот это очень удобно в любую погоду не нужно откапывать дрова зимой чтобы сейчас не копаться не все и мы с шашлычком за прекрасным столом нужно будет пригласить обязательно в гости букера до фреда ящик я бы хотел значит чтобы они вчетвером приехали к кассе и это будет прям вот самое самое невероятное и или чтобы концерт был в абакане это будет классно или хотя бы не концерт а просто в гости вот так же за столом с шашлыками и роллы там шашлыками хотя бы за столе с антихайпом это хорошая идея а слушай а чтобы абакан познал антихайп это концерт в абакане всем четверым ну слушайте в питер надо приехать вот ты все обещаешь мне что приедешь в питер а не приезжаешь ты бы с тобой говори в это летом они в это летом собираются я можно а вы я здесь буду дома и работа мне никак нельзя ответственно делать нужно обязательно потому что поняли что мы с тобой говорили ты еще хотел в прошлом году приехать так и не приехал как сказать поездка я два раза в питере было мы как по ним балдежнем как следует ранее в ленинграде как раз вот это у тебя же квартира там в питере вот короче много комнат не не очень а мы в одной поместить это короче гостеприимство мы найдем вам вообще у меня есть знакомые у него хостелы хорошие найдем хороший хвост они мы чтобы ночью балдеть с ночи до утра с утра до ночи будем весь день мне понимаешь вот я все-таки не король балдежа да вот все-таки ты король балдежа батя это бог балдежа потому что породил короля а я как бы этот патриарх балдежа то есть я могу разносить весть о балдеже всему миру вот но я не могу как бы соревноваться с королем балдежа вот то есть ты вот как король балдеешь а вот я утомляюсь очень быстро пока я буду в гостях у тебя в квартире я научу как надо ну и жену мою наверное не про это я даже не подумал да вот она не очень наверное балдеть хочет постоянно вот давай зантихайп последний зантихайп как раз зантихайп за виктора sd за виктора гевиксмана забуду глядя фреда за федю федя за тебя фалином все ваня ванёк фалином все фалка пусс ханзамай настоящий лидер и главное всегда я говорю ханзамай настоящий лидер ханзамай мужик мужиком просто мужицкий мужик все эти хайпом мужицкие мужики по ее лопани пьем за антихайп желаем здоровья каждому и каждому и всех они орлы они и тугорода всего рэпа и пусть дальше так сказать продвигает но орлы это птица которым все завидуют все завидуют да но они летят дальше никогда не останавливаться лететь никогда не оставлю ты какая прекрасная метафора на самом деле руслан с батей на всеми щукнулись за антихайп за антихайп за антихайп стурил что ли а там ничего нету скорее батя это чё это бы все выпили скорее быстрее быстрее он в тиху да хочу тут в тихушку я тебе ее отдам это я ее хранить буду он у нас любит выпить до усрачки потому что знаешь как самолет когда заправиться только тогда обалдеть может ну баке так правильно правильно обалдеть может дайте плохом сказал не надо роллы митя это кстати подарок митя лично сам купил не маленько это кстати потому что когда я худой ты грустный я я кое-как двигался я помню тебя видишь когда я худой я грустный и и печальный а когда я толстая весело и мне хорошо поэтому я кстати был много лет 50 килограмм наверное видел это все выставляли фотки мои это же 50 килограмм это недавно выкладывал фотки раньше и сейчас а это когда была серия фотографии трепеники ваги в группу выкладывал да 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 и ты в инстаграмм выкладывал первого ага 20 выкладывал 50 килограмм такие роллы большущие вот так не влезут а ты видишь у нас последний обзор на гигантские роллы вот такие вот так эти как он king kong у нас тоже большие вот прям вот такой вот когда прийти буду пробовать не догорелся уже прям вот такие шашлычки а с хорошей компанией тут и песня чулы 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 красноярского края на агентство она на агентство на юнот то есть срок вкладывают ту льву есть аж как к к в школы тут все на свете есть и января это январь в рубл в рубл в рубл в рубл в рубл в рубл и на в в в в в в в Я таки здорово не влазил в трот, я просто... Да. Вот, ты сегодня познакомился с великолепным, просто со святым человеком Митей. Как тебе вот? Митя прекрасный человек. Давай возьмите руки друг к другу. Теперь вы друзья, вот прям на видео, теперь друзья, Митя блогер из Красноярка. Митя классный человек. Кузьма, Никита Гридин блогер из Питера, теперь вы друзья. А я сегодня и с Митей, и я сегодня с Ботей, и я сегодня с Русланом познакомился, с Матей, с Маркизом конечно же. Великим. Вот я прям сегодня балдежон, вот я проникся вдоль и поперёд. Прибалдён. Я думаю, что я на самом деле вернусь в Питер, когда, да, мне все будут завидовать. Определённо. Потому что я как-то вот в неизведанное пришёл. В Сибирь, Хакасия. В Сибирь, Хакасия. Мне кажется, люди из Питера и Москвы, они вообще даже не подумают, что есть Хакасия. Ну и как вообще люди живут. А, да, сейчас руляйте. Нет, слушай, вот знаешь, вот многие, типа, вот мне просто, знаешь, там пишут, типа, вот там, Хакасия, это не только Гительман и прочее. А я говорю, а я узнал про Хакасию только от Руслана. Вот, то есть я узнал, что есть от Республики, я узнал, какая природа красивая в этой Республике. Вот, я ничего не знал об этом, вот до просмотра Руслановых видео. Вот, и я теперь каждому говорю, что раз это Республика Хакасия, то Великая Республика. Представьте, что это не сильно плохой. Здесь вообще... Ну да, это... Крови там шикарно, а озера какие? Летом это вообще просто благодать. Шира, Белё... Ну, кстати, многие говорят, что... Вон, у тебя начали смотреть Хакасию и узнали. Это было бесконечно много справа людей писали. Ну, тебя кушают. И даже писали люди из Германии, из Америки, из Италии, из Франции были. Ну, это когда в чат Рулейке сидишь, там, короче, бывают страны попадаются. А бывает, что в Атапе пишут, на английском языке, я не могу прочитать. А вот, блин, я говорю, а там переводчик набирают, там, короче, во, оказывается, мы из Германии тебя смотрим. Многие страны. Угу. Не, я думаю, что тебя смотрят это... Очень много людей. А основное? Беларусь? Украина. Беларусь? Большая толпа. Украина? Большая толпа. Россия больше всего. Потому что взять те города, с которыми иногда общаешься. Общаешься со всеми городами полностью. Особенно Сахалин, вообще. У Сахалин приезжал. Видите? Украина плюс 380, да? Приезжал. Разный цвет. А это большая толпа. Почему? Один морской офицер. И это... Где-то больше сахалинов. Моряк. И... Меня нашел там, это, на работе. Куда? Говорит, все сахалинцы просто смотрят на кораблях тебя. Угу. Говорит, вас смотрят. Говорит. И все это... И мне посоветовали, раз ты едешь в Абакан, найди, разыщи его. Говорит, заснимись с ним. Вам, батя, нужно... Вот я видел видео одно, где вы стих читаете. И вот вы читаете стих так проникновенно, вот таким глубоким голосом. А потому что я его матери читал. Вот, да, вот это стих. Когда освободился. Да, 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 да. Вот, и вам нужно больше такого делать. Я, когда в лучшем, я сразу и... Посоветую, что можно бате такое прикольно снимать. Тихий, да? Бате можно снимать вообще все, что угодно. Бате вот просто это... Сам по себе человек харизм. Это сам по себе человек поэт, философ вот в одном. Я, кстати, без сарказма говорю. Потому что меня философом раньше называли в техникуме. Это, кстати, шляпа очки, я вам сразу скажу. Это не придумано сейчас. Угу. Парни меня... Это всегда знали, кто в техникуме учился. Я приходил в горный техникум. С большим крестом. Ну, был не такой крест, конечно. Был крест другой у меня. Большой. Пластиковый. С плекса. Это... Это... В сляпе и лачках. Я ел пять плачек лапши. Ох, вкусно было. А я видел, да. А это было, представляешь, это было в 70-х в советские времена. Угу. Я приходил с этим, с крестом. И это... Я всегда уважал казаков. Уважал белых... Белогвардейцев. Представляешь? Нет, здесь. Вы где-то добрали. Я сильно их уважал даже в то время, когда советский властик не уважал. Угу. То есть красные вам не нравятся, да? Нет, красные мне все нравились. Но мне нравились и Деникины, и Колчаки, и Юденича. А вы интернационалисты, вы вообще за всех, за все, да? Ну, кстати... Ну, потому что... Я только хочу сказать. Потому что мне было неприятно, когда расстреляли Блюхера, и Тухачевского, и вот этих красных командиров. Батя пролить его. Я ее не просто смотрел. Я ее просто... Тонул в ней. Я... Батя смотрел на компьютере много фигур. А вам кто больше? Старки или Ланнистера нравится? Я, конечно, переживал за это... За... Финиш. За финал. Финал вообще обалдеть был. Мне белая эта девушка сильно нравилась. Дейенерис, да? Дейенерис, да. Да. И этот парень... Который... Он оказался ее... Да, родственником. Вот в чем суд. Ужасно это, конечно. Ну, а Батя смотрел каждый, когда он выходил на компьютере, а потом по телевизору подошел, а он смотрел все по телевизору. Понятно? Ну, конечно, Старки. Несколько раз пересматривал. Старки, да? Старки, потому что отец у них вообще. Самоактер. Да. Уважение, уважение. Актера подобрали подобно тебе вот такому. Старк был. Это... Отец Техни. А Энн, как звали актера? Громенитый актер. Я помню уже. Ну? Вот эта конечная сабля-то дает, если все знаете. Улетел я. Сабля вообще хороша, кстати. Мотор! Как звали актера из Игры Престолов, который умирает всегда? Джонсон? Да нет, умирает. Который на стене был? Главной стене? Да нет, нет, нет. Отец Старков. Отец Старков, который этот... Та Настарк. Да, Настарк, это понятно, как актера зовут. Да я не CTG. Ну, загугли, блин, что ты там сидишь? Кстати, самый прикол, батя сперва начал смотреть на компьютере новой серии, а потом, когда начал по оттелевизору, первый сезон, опять первый сезон смотрит. Потом первый, второй, третий покажет. Опять первый, второй, третий, потом покажет. Первый, второй, трий, четвертый. Опять первый, второй, три, четвертый по телевизору. И вот сейчас начнётся, я чайку навожу и иду туда. В том году смотрел уже первый, второй, третий, а тут опять первый, второй, четвертый, потом первый, второй, третий, пятый. Я пойду чайную веду, вот сейчас будет опять сереб. Батя смотрел 7 раз все сезоны. Ну с первого по седьмой. Мощно. А я не могу понять почему, он же начинал с компьютера, а потом по телевизору начинает повторяться. А ты смотрел? Я не смотрел. Я поклонник других фильмов, например, вот сериалы Flash, Зеленая Стрела, Gotham, вот эти сериалы. Про героев, супергероев. Да, вот Marvel, Marvel, что там? DC, DC, я забыл, я их всегда путаю. Я наоборот против Marvel, за DC. Помнишь старое видео моё, что я за DC, а Marvel это показушник. Я знаю, что любишь Marvel и зря сказал. Не, не, не. А знаешь в чем смысл? Ты не проговорила. DC, они делают сериалы затянутые. Что глядишь, там что-то будет, ждешь, что там будет. А Marvel там просто дерутся туда-сюда, все быстро и резко. И в этом оно как-то не туда и не сюда. А вот в DC там такие, ух, музыка идет. Там короче, ух, ух, ух. А потом вот это тайна. Вот это потом, ох, путешествовало времени как во Flash. Ох, оказывается, это двойники там. Оказывается там, ох, чё, ах, чё, ах, тут. А я в Marvel это, и тут все-то странно. Нету ни тайн почти. Все как будто там все дерут это-ты-ты, все разъялены. Там какие-то агенты туда-сюда, все уже знают, все уже. Ну, конечно, должно было закончиться, игра пришла. Вот, я сейчас честно говорю, то что DC в этом суть, правильно? Именно в сериале смотрел. А вы посмотрите, знаете, что вам понравится? Настоящий джокер, конечно, топчик вообще. Настоящий детектив. В Готэми думали, что это будет, под самым точком. Вообще, я уверен, вам понравится. Который вот это. Руслана попросите. Вот это лицом, который рыжий, который везде был в этом, Готэми, в сериале. Если вам игра пришла, понравилась. А я не смотрел. А я думал, что Джокер это молодой парень. А это про какие времена? Я думал, что это другой. Ой, это про 90-е. Там детективы расследуют убийство. У меня вообще не поймёт, кто это. Вот. И там убийство маньяка. Очень интересный сериал. Это Готэм? Не, настоящий детектив. Ага, не на виду. Вот. Так, значит, празднуем. Руслан. Сабля мощная. Сабля, конечно, да. Я даже про Marvel зря сказал, наверное, обидешься. Я обижусь? Нет, Руслан, не парься. Я-то вообще меня... Потому что я часто твои видосы смотрю. Там сторис или что было. Ну, как это было своё. Да бывает, что на ютубе там про Marvel, то, что вот про фильмы. Мне всё равно. А Стражи Галактики это кто? Marvel. Marvel? Вот они единственные, кто мне из них всех понравился. Стражи Галактики с Мстителями смешали. Стражи Галактики офигенные ребята. Очень харизматичные, весёлые. Нет, да, там есть эффекты, всё там круто. Да. Но смысл самого сюжета там хуже. Там хорошая музыка, обрамление, всё круто. А здесь глянь хотя бы Flash'а. И там просто невероятные путешествия во времени, там всякие частицы, скорость времени, там шутка. Да, не маши так рука и лицо. А вообще, я говорю, там вот так везде что круто. Ты смотришь Стражи Галактики какие-то интересные, это круто, это прикольно. Смотришь Мстители, например, и это совсем не то. Это какой-то груз, это растянута, да. Но хотя одна и та же вселенная, но совершенно разные вещи. Ладно, я Marvel посмотрю. Да я... Да ты что это? Ну в общем, балдежнули. Мне что запить там, амбай этого? Или нет? Да. Руслан. Руслан. Да, мы балдежнули. Балдежнули. В каждом застолье главный разговор. Разговор. Отпраздновали? Отпустишь меня, мне просто надо... А сейчас допьем 5 минуток. Не пустят в гостиницу. Все, все, все. Там до скольки? Мам, дай стаканок. Все, сейчас Руслан сачок выпьет. Там до скольки гостиница? Нет, нет, нет. А что, по времени гостиница? Нет, не по времени гостиница, просто я же говорю в 3... Друзья, мы из Норильска, вот сюда приехали, в 3 часа ночи проснулись. И вот сейчас... Всем жителям Хакасии, каждому жителю Хакасии привет хотят. Привет. Можно? Всем жителям Хакасии благо, здраво, радости, удачи! Всем жителям Черногорска благо, здраво, радости, удачи! Всем жителям Мамакана благо, здраво, радости, удачи! Черногорск, это тоже Хакаси. И еще, я еще знаю, что? Минусинс. Сдай нам там еще что-то было. Давай, Митя. Минусинс, нормально? Минусинс, играй, ну тоже, да. Минусинс тоже, благо, здраво, радость и удача. Все благо, здраво, радость и удача. Во, песня. Хакаси, я, Хакаси, я, прекрасная земля. Хакаси, Хакаси, родился ты и я. В Хакаси находятся такие города. Абакан, Черногорск, Шираса, Янагорск. В Хакаси необъятная тайга. В Хакаси прекрасная природа. Тут большие луга, тут большие поля. Хакаси, я, Хакаси, я, прекрасная земля. Чистое небо, чистая земля. Чистое прекрасное трава. За Хакаси, я, пивнем и балдежнем. О, благо, радости, удачи, счастья, благополучие, благополучие за Хакаси. Я до сих пор не верю, что сейчас все происходит в жизни. Я просто все это смотрел на видео. Обычно я, честно сказать, месяц назад, если бы скажешь. Ты в голову пойдет только его. Да, Никит, ты через месяц будешь что с Русланом за столе праздновать сюда. Никогда бы не поверил. Вот так вот жизнь бывает. Точно так же Хакаси приехал с Украины. А Хакаси, кстати, в бочке плавал с батей. А я видел, да, 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 да. Он с девушкой приехал. От Калина? Да. Да, да, да. И она была в бочке, мы с ней даже в ковше катались на чулыбе. Нет, ну сейчас, конечно, в бочку это... Нет, так мы с ней вообще в чулыбе нас в ковш посадили. Мы по всему чулуну прожились, если к нам. Я хочу с тобой по всему чулуну прожить. Ну вот времени у нас нет, Руслан. Я вот хочу запечатлеть, как вы понимаешь, вот балдеж вот в том состоянии, вот в той наивысшей степени, которая он есть сейчас, вот именно в своем видео. И чтобы никакого не зла, не так, как люди бухают, дерутся, пьют, алкаши... Нет, 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 именно то, что вот это искренность. А вот именно позитивный балдеж. Позитивный балдеж, да. Некоторые этого не понимают и начинают это всяко оскорблять там в этих комментариях. А я вообще не понимаю людей, которые оскорбляют Руслана, если можно сказать. А он не обидел ни старуху, ни старика, никого не обидел. Он мужики не обидел, я не понимаю людей тоже. А ненависть, знаешь, вот именно злых людей, которые стариков, может, обижают сами. Вот я лично против того, что когда обворуют стариков, когда обдуривают, сколько жуликов, бандитов кругом, которые вот этих без квартир оставляют. Сейчас люди не поймут на видео. Про это лучше не надо. Ну, нет, почему? Они скажут, ох, у нас, как называют, сейчас все будут. Нет, люди, подписчики, они хорошие, они много уважают. Конечно, есть хейтеры, но... Там много же их хороших. Нет, ну, хороших много. Хорошие, но они, понятно, откуда берутся плохие. Откуда берутся люди настолько озлобленные. Озлобленные просто. Вот толстый-толстый, гони его на эту работу. Ну, каждому своё. Батя читает все комментарии каждому. Представляешь? Батя в очках бежит, читает комментарии. Все комментарии считаете? Конечно. Просто каждому своё. Представляешь, допустим, мне мешки таскать, а Руслану думать головой, представляешь? Если он не будет думать головой, у нас ничего на столе не будет. Мешки не помогут. За мешки сильно много не дают. Он знает сам, да? Сам таскал-то он. Вкуснейший коньяк. А где брал? Коньяк был должный. Некоторые думают, что... Ножья из питья, да? Именно вот, да? Загони на мешки. Ну, а для чего? Суть-то для чего? Мизическая работа должна оплачиваться, ну, мощно. Она в нашей стране не оплачивается. А люди почему-то думают, что это оплачивается. Майкл Бин зовут этого актёра, который играл. Шон Бин. Шон Бин, да. Шон Бин. Шон Бин. Шон Бин. Вот коллеги говорят, что уже это. Давайте завтра еще с вами. Давайте, да. Обращаемся. Удачи, ребятки. Всего самого лучшего. Руслану больше подписчиков. 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч, 600 тысяч, 700 тысяч. И миллион, наконец-таки, заработать. И я надеюсь, что эта кнопка будет уже на... Ну, ты понял. Ну, сабля мощная. Мощная сабля, да. Мощная. Всем пока. Плак, здорово, радость, удачи. Ждем миллион в ближайшее время. А я, кстати, полгода не пил, конечно. Ой, Руслан, я вообще не пил, я даже не помню, когда. Нет. Выпили все, унесло. О, труба. Забалдела. На жертя. Печка забалдела. А что это еще? Ну, она тоже подает сигнал, что не забывайте про меня. Я тоже прибалдела от ваших слов. И давай под конец. Под конец танец все в раз. Танец. Ну, что пойдет. Танец, так танец. Танец балдежа, танец куража. Мы танцуем и балдим. Танец это... Ну, давай. Ну, что? Давайте, давайте. Что? Чулым, 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 красная школа, края, края, края. Да, у тебя осталось такого района. 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 Здесь все есть, коровы и ешкол. Мы балдеем и кайфуем, нам все нравится здесь. Балдеем. Мы балдеем all alone. Нам все нравится вот здесь. Небゑбалдеем. ну чё маркиз побывал